Привет, дорогие друзья! Мы на Торонто Автошоу. Сегодня в основном показывают электрические автомобили, они тут в фаворе. Я попробую показать наиболее интересные варианты, которые здесь выставлены. Это дебютант данной выставки, компания WinFast. Это компания из Вьетнама. И что самое интересное, основатель данной компании, товарищ Фатурен, закончил Московский геолого-разведочный институт, потом уехал на Украину, где основал компанию по производству лапши быстрого приготовления. Его лапша, которая называлась Мивина, стала нарицательным для любой лапши быстрого приготовления на Украине. Далее этот выдающийся украино-русско-вьетнамский бизнесмен продал свою украинскую компанию по производству лапши компании Nestle, которая по-русски почему-то называется Nestle, уж не знаю почему, за 150 миллионов долларов. Потом вернулся с этими деньгами к себе на родину во Вьетнам, где, собственно, и основал эту высокотехнологичную компанию, которая на сегодня делает эти электромобили. Кстати, он стал первым вьетнамским долларовым миллиардером. Абсолютно выдающаяся личность. Нравится мне вот этот переход заднего стекла двери в окно багажника. Вот это вестилизованное. Прикольно выглядит. В принципе, на других моделях она, в общем-то, тоже к месту. И выглядят эти модели более-менее неплохо. Надо учесть, что китайцы не смогли пробиться на рынок США и Канады. А вот у этой вьетнамской компании каким-то образом это чудо сделать получилось. А вот это у нас непонятно что. Что-то для путешествий. Электрическое для путешествий. Какое может быть? Потенциал он называется. Постель там вот так выглядит. Здесь можно помыть посуду. Поставить чайник. Есть комфорты. В общем, эта штука продумана для путешествий. Вот так вот это вот выглядит. Очень своеобразный дизайн. Детская колясочка, которая сама покачивает ребенка. Вот это, кстати, вещь полезная. Такие электрокары я приветствую. Альфа Ромео тоже кое-что привезла. Порадовать своих поклонников. Тонал. Обратите внимание на диске. Весьма интересный дизайн. Ну, спереди типичная Альфа Ромео. Компания Поли Стар. Вот их автомобиль. Я, возможно, про китайцев все-таки ошибаюсь. Дело в том, что, как я понимаю, эта компания принадлежит компании Вольво, которая, в свою очередь, в 2010 году была продана китайской джилле. Таким образом, китайцы все-таки опосредованно присутствуют. Это очень дорогой и серьезный полноприводный агрегат от Aston Martin. По-моему, DBX. Он называется... Ну, как он вам? Стенд. Компания Tesla на этой выставке выглядела откровенно бедно. Хотя люди возле этих машин немногочисленных присутствовали. Ну, машины сами по себе себя продают. Что тратить деньги на стенда, видимо. Велосипедная мысль тоже шагнула далеко вперед. Вперед есть электрические варианты. Чтоб педали не крутить. Вот это какой-то грузовой электрический вариант возить что-нибудь. Все это технологии сегодняшнего дня. Мускульная сила уходит в прошлое. Появляются батарейки. Видимо, она вот тут, эта батарейка. Avent. Как вам новый электромобиль Hammer или молоток? Ну, выглядит замечательно на самом деле. Светится красиво. Я бы на таком прокатился. А вот еще один вариант электрический этого в прошлом культового такого брутального внедорожника. Но он, собственно, и сейчас выглядит на все сто. Вот так вот, дорогие друзья, было Моторшоу. Надеюсь, вам понравились новые электрические автомобили. всем всего хорошего. За кадром осталось большое количество моделей. В принципе, если вы захотите, напишите комментарии, я о них тоже расскажу. Там было большое количество новинок. новинок. Надеюсь, осталось я вам не это .